Другим темам. В эти дни проходит традиционный 12-й республиканский фестиваль театров кукол в онлайн-формате. В Министерстве культуры Республики Узбекистан состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса. За процессом следил и наш корреспондент. По словам организаторов, в этом онлайн-фестивале, стартовавшем 5 сентября, приняли участие 10 кукольных театров и продемонстрировали свои самые лучшие постановки. Каждый спектакль транслировался в социальных сетях в режиме реального времени. Это прекрасная возможность ознакомиться со всеми представлениями. В процессе подготовки к фестивалю было много сложных моментов, и в этом деле особую активность проявили творческие группы театров. В связи со сложившейся ситуацией нашим театрам пришлось работать на дому. Они репетировали онлайн. В первый день мы показали два представления, после чего состоялись открытые дискуссии. На второй-третий день после просмотров остальных спектаклей также состоялись обсуждения. Несмотря на то, что в связи со сложившейся ситуацией фестиваль был организован онлайн, был большой интерес среди зрителей. А театральная труппа постаралась представить самые яркие номера. И как результат масса удовольствий и положительных эмоций. Стоит отметить, что при определении победителей также учитывались и мнения зрителей. По итогам фестиваля были отмечены лучшие спектакли в шести номинациях и три призовых места, таких как «Лучший режиссер-организатор» за популяризацию национальных ценностей и другие. Первое место удостоен спектакль «Ходри Кулдергенде» из Сурхандаринской области. В преддверии фестиваля мы находились в предвкушении, переживали и думали о том, как все пройдет. И вот, наконец-то, фестиваль состоялся, где мы заняли призовое место. Наш Сурхандаринский кукольный театр представил новый спектакль под названием «Ходри Кулдергенде». Мы очень рады тому, что наши выступления оценили по достоинству, ведь мы сильно старались. В ходе него мы также рассказали о личности Абдулы Кадри. Надеемся, что наше произведение повысит интерес у подрастающего поколения к историческим личностям. Данная награда нас мотивирует двигаться дальше, и мы будем готовить все больше и больше спектаклей и радовать детей. Необходимо отметить, что главная цель проекта – популяризация произведений, способствующих формированию лучших качеств у молодой аудитории.